Так что случилось то, что я прогнозировал. Помните, я сказал, что следом за нами еще и в 17-м году было, я говорю, наступит тот день, когда Навальновских определят как экстремистов. Да, теперь вот нас определили как террористов за номером 35, вы говорите, что Навального записали бы за номером 36. Нет, за номером 36, конечно, бы не записали, но за каким-то 40, каким-то номером точно запишут. Вы понимаете, что на этом не останутся, что думаете, их объявят только экстремистами и все, а как же терроризм? Нет, конечно. То есть они пойдут, путинцы, по тому же пути, что и с нами, у них все это уже обкатано и в общем-то Запад нормально на это реагирует, что есть какие-то террористы, которые почему-то не совершают террористических актов, но при этом оказываются террористами. Тут вот пишет, красный пахарь, да, какой-то красный пахарь из Самары, да, который является тоже террористической организацией, тоже ни одного не совершила эта организация террористического акта. Так что непонятно, что для них Навальный террорист, он же их терроризирует, не дает воровать спокойно, то есть им там кусок в горло, не лезет ни этим кремлевским ворам и жуликам, ни кривоногим и так далее. Конечно, очень сильно плачут они по этому поводу, Вову просят, чтобы он помог. Так что главным следственным управлением, возможно, дело по статье, часть 1, статья 282 со значком 1, создание руководства экстремистским сообществом. У меня есть такая статья в, так сказать, загажнике, у меня штук 10 или 15 уже, я даже не знаю сколько, но вот это вот у меня точно есть, 282 со значком 1, как организатор экстремистского сообщества, а еще 205, 4, да, как организатор террористического сообщества. Так что, видите, нашего балку прибыло сейчас в отношении Навального, Волкова и Жданова, по части 2 возбудили, то есть участие в создании экстремистского сообщества, это по первой части в отношении Навального, Волкова и Жданова, и по второй части участие в экстремистском сообществе Соболь, Албурова, Шеведдинов, да, и так далее. То есть и иные лица, вот кого, какие иные лица, некоторые из этих иных лиц находятся в России, что они сейчас будут делать, да, то есть бессмысленно там идти в суд и судиться и доказывать, мы там не экстремисты, мы за умные выборы. Ну вот они вас по-умному и укатают. Поэтому самое умное, конечно, сейчас не дать себя посадить, это бессмысленное занятие сидеть в путинской тюрьме, понимаете, абсолютно бессмысленное занятие. Да, если уж не удалось вырваться, то как бы придется сидеть, но если есть возможность вырваться, лезть в тюрьму, это неправильно. Нужно бороться, а не сидеть в тюрьме, в тюрьме не сильно поборешься, понятно, да. Ну и кроме всего прочего, путинцы специально же пытаются выдавить людей, они же специально возбуждают эти дела, чтобы люди как-то поняли, что надо отчаливать. Так что, вот я думаю, вот я написал, что следующий этап это список террористов, совершенно точно, потому что нужно будет укатать Навального по полной программе и такую ошибку, как с Ходорковским Путин не сделает. То есть, он будет держать его до упора в тюрьме, пока жив Путин, Навальный будет сидеть в тюрьме, понимаете, да, потому что, ну, во-первых, Путин его лично ненавидит, и кроме всего прочего, Навальный сейчас представляет колоссальную угрозу для всей путинской системы. Ну, представьте, он выйдет на свободу, да, что с ним делать? Его тогда придется опять сажать, или он будет заниматься такой политикой, которая в одну секунду снесет путинский режим. Навальный на свободе, это конец Путинча, если не сказать более грубо. Поэтому путинцы, конечно, будут стремиться его укатать. Вот Красноярский активистку судят за использование восклицательного знака в Инстаграме, как символики Навального. Видите, все то же самое. Помните, как у нас Лену Блинову и других судили за галочку и прочее, прочее. То есть, они ничего нового путинцы не придумали в отношении Навального, они проторенной дорожкой идут. Все, что они делали и испытывали на нас, они теперь будут испытывать на Навальновских. И когда от нас определенная либеральная часть отбегала, потому что экстремисты, блядь, террористы. Ну, вы сейчас будете такими же экстремистами, террористами, что же вы на своей шкуре это испытаете. Еще раз хочу сказать, что Путин не лохнется с Навальным, как с Ходорковским. Вот сейчас обратите внимание, что делает Путин по Ходорковскому. Он, я так понимаю, что Алексей Пичугин, который отбывает пожизненное, который возглавлял отдел безопасности ЮКОСа, его притащили в Москву недавно. И все-таки, я так понял, что он решился давать показания. Ну, много лет, он уже 17 лет сидит. И я так понимаю, что все 17 лет пытались от него получить показания в отношении Ходорковского, чтобы он его оговорил. Потому что понятно, что если бы Ходорковский совершил то преступление, в котором его обвиняют сейчас, или пытаются обвинять в убийстве мэра нефтьюганского Петухова, то он бы просто из тюрьмы не вышел. Потому что, ну, если бы были хоть малейшие доказательства, и даже основания полагать, что это сделал он, он бы просто не вышел из тюрьмы в тот раз, когда там сидел. Поэтому сейчас у них другой подход, и они хотят, я так понимаю, получить показания Пичугина. Я думаю, что они эти показания получат. И в связи с этим провести заочный суд, заочно Ходорковского осудить, рассказать о том, какой он страшный убийца и так далее. Чтобы все там вот на Западе знали, что там Ходорковский убийца, да, там Мальцев террорист, Навальный экстремист. Ну, тоже будет террористом, и в конце концов мы можем даже увидеть, в конце концов придумают что-нибудь. И вот, и как бы подобное не придумали. Но если они криволез придумали, что им это не придумать? Завтра появится кто угодно, который отбывает пожизненное наказание и заявит, что он не один убивал там Пупкина какого-нибудь, а вдвоем с Навальным, да, там или еще чего-то. Ну, это уже было, помните, как мэра Энгельса Лысенко также судили, когда появился какой-то сидящий за изнасилование племянницы и убийство сестры какой-то Мудик, да, и этот Мудик заявил, что человек, который убивал вора в законе, Балаша был не один, он был с ним. А тот, который убивал вора в законе, Балаша уж давно на том свете. А он заявил, что он был, оказывается, с ним, мало того, что вместе совершал это убийство, он еще и слышал, что это убийство заказал Лысенко. То есть маразм абсолютный, то есть на ровном месте смогли написать. И в блогерах Дудя опять порисует, значит, дело о пропаганде наркотиков вновь поступило в суд, его начнут рассматривать 20 октября. Можешь себе порисовать, где Дудя, где наркотики, какая пропаганда наркотиков, о чем вообще речь? То есть по формальным признакам, да, они возбуждают уголовное дело, и то эти формальные признаки притягивают за уши. Но я не удивлюсь, если завтра этот Дудя остановят, в машине найдут наркотики или по карману пошарят и оттуда вынут, да, и скажут, так он всю жизнь этим балуется, придет целая куча таких, которые там сидят пожизненно и дадут показания, что они вместе с Дудем там наркотиками торговали. Что хотите, может быть. Так что я думаю, что революция или смерть нет другого варианта. Понимаете, что Дудь там, я не знаю, Навальный, вот предположим, Навальный бы не приехал в Россию, ну, чтобы его не достали в Берлине, что ли, путинцы? Со своим новичком, конечно, достали. Потому что для них принципиально. И такие люди, как Дудь, как Навальный, как Мальцев, как Ходорковский, они будут все время до таких людей пытаться доколупаться по любому поводу и пытаться разобраться, что угодно. Петровых с Васечкиными будут подсылать, кого угодно будут подсылать. Мы знаем, что по мне, например, да, это, как бы, мне никто не скрывает. Они отправляли человека по фамилии Майоров, который дал потом признательные показания, показал паспорт на имя Бестужева, который ему ФСБшники выдали и так далее. И заявил, что его присылали специально, чтобы он выковырял Мальцева, узнал место жительства. До этого они Мурмалеву присылали. Мурмалев ничего не узнал, его зарезали в России. Тоже был их агентом и так далее. Сколько еще? Каких агентов они присылали и что они пытались сделать? Я не знаю. Да, но я думаю, что... Субтитры сделал DimaTorzok